Дмитрий задает следующий вопрос. Дмитрий, спасибо вам большое. Атар, спасибо за то, что вы делаете. Здоровья вам и успехов. Следите ли вы за выступлениями вашего ученика, что разумеется, Хвичек Варацхелия в Наполе. Насколько, по-вашему, еще он может прибавить, каких успехов добиться? В общем, потолок Хвичек Варацхелия. А мы все восхищаемся тут. Мои пацаны, все, кто сейчас в студии, увлечены футболом. Здесь, вы не поверите, есть даже болельщик Спартака. Так получилось, к сожалению. В наших рядах есть болельщик Спартака. И он при этом представитель британской электронной музыки, Депешмот. Он выпускает сейчас новый альбом «Ебля на подоконнике». И он сводит звук сейчас. В 23-м году он едет в турне. Я не знаю, как будет совмещать с монтажом программы каково. Выясню. 21 октября, 20-го, на Большой реке Маги 26. Что касается вопроса про Кварцхелия. Вот вам удивительный случай, когда совпало все. Талант, трудолюбие. Блядь, и знаете, кого я вспоминаю? Ананидзе вспоминаю. Лишь бы судьбу Ананидзе. Ананидзе, которого звал даже Дзюба, рукоблуд. Перло. Талантище. Травмы сломали парня. Сколько всего мог сделать. Но у Ананидзе не было вторжения в одну из сильнейших лик в мире. В Наполе. Где божеством, божествами были, по-моему, Батистута, дом Марадона, Батистут. И в каждом матче он блистает. Какое начало? Что будет дальше? Тренер в спалете, что надо. Строгий, суровый. Посмотрите, какие интервью он дает. Я поклоняюсь моим кумирам, моим маме и папе, моим братьям. Лишь бы это в нем сохранилось. И я вспоминаю вот что. Я приходил в ныне несуществующую программу Карена Адамяна к моим знакомым. Вот в эту же студию, где стрим сейчас происходит. И я говорил, Кварацхелия, если попадет в Европейский чемпионат, только потому там прогремит, что любит работать. Ребята, давайте, если вы набожные, помолимся за то, чтобы он не прекращал работать. И, конечно, он мой ученик. Конечно, я его тренировал и в дождь, и в зной. Я тренировал и говорил, Хвича, щодяг на греулло. Блюди себя. Очень хочу, чтобы у него было, как у Андрея Шевченко, украинца, как у... Ну, правда, когда я говорю Каха Каладзе, я вспоминаю, как он три раза в одном матче забил собственные ворота. Это мешает мне воспринимать его. И как он не стал выкупать похищенного брата. В Грузии это больная тема для всех. Он мэр Кбилиси. Я к нему отношусь с известным уважением. Ну, вот какая. Вот как и много было грузинских игроков. Но чтобы так в итальянской лиге, в Наполе, и чтобы лидировать по всем показателям в столь юном возрасте после Рубина и Батумского Динамо, человек, которого просрал команда «Локомотив», которая просрала вообще все. Удивительная штука. Я хвала небесам, что я дожил до того времени, когда вижу такой талант. Но главное, как он будет относиться к жизни и к себе. Лишь бы он не стал скотиной и деньги не испортили его. Удивительная штука.